Я родился 87 лет назад. 65 лет я властвовал над Тамриэлем. Но сны мои так и остались не подвластны мне. Я видел врата Обливиона, врата, за которые отказывается заглянуть сознание. Знай же, во тьме притаился враг, готовится он уничтожить эту землю. Сегодня 27-е месяце последнего зерна 433-го года эпохи Акатоша. Близятся последние дни третьей эры и последние часы моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, братцы, приветствую всех, дорогие! С вами Ромулус и мы начинаем новое прохождение. На этот раз, как видите, это Обливион. Игра, которая вышла после легендарного Моровинда со всеми его возможными и невозможными дополнениями. Игра, которая в свое время была эталоном своего жанра и которая во многом показала те земли Тамриэля, которые так хотели увидеть в поклоннике этой серии. Ну что ж, давайте начнем прохождение составем нашего персонажа. Пусть его будет звать. Ну, в принципе, как и нас. Сейчас. Ромулус на своего персонажа будут звать. Так, кем бы он мог быть? Мужчина? Не мужчина. Скорее всего, пусть это будет мужчина. Не имперец, не хаджет. Лишные эльфы, прекрасные лучники. Но нет. Норт. Ну, Норт ассоциируется с чем-то северным. Наверное, с тяжелыми доспехами, с топорами. Но тоже нет. Орки тоже бравые ребята, но не будем. Давайте. Так, темный эльф. Данмеры. Но все-таки данмеры связаны в первую очередь с Моровиндом. Не будем их, наверное, брать. Давайте, наверное, как и в случае с Моровиндом, будем проходить за высоких эльфов. Чем они хороши? Так они хороши своими магическими навыками. Чем, собственно, они привлекают. Так, глаза, возраст, комплекция. В принципе, все у нас нормально. Так, что у нас есть? Чтобы идти вперед. Ну, в общем, понятно. Стандартное обучение у нас идет. Вот в Моровинде нельзя было так сделать. Допустим, ударить этот доспех, чтобы он начал шататься. Ну, братцы. Мой срок здесь подходит к концу. Очень скоро я выйду на свободу, а ты останешься в этой крысиной дыре ждать своей казни. Над нами потешаются какой-то данмер. Я подслушал разговоры стражников. Ты умрешь здесь, высокий эльф. Ты слышишь меня? Ты умрешь здесь. Эй, ты слышишь? Стражники иды. Классный сосед желает смерти. Ну, ладно. Посмотрим, что тут можно поделать. В принципе, мы появились в замкнутом пространстве. Можно посидеть, можно постоять. Мы не знаем этого, Ваше Величество. Конец сказал только, что на них было совершено нападение. Нет. Они мертвы. Я знаю это. Что этот заключенный делает здесь? Эта камера должна была оставаться свободной. Наверное, стража напутала. Я... Ладно. Открывай эту дверь. Назад, заключенный. Если ты встанешь, мы с ним убьем тебя без колебаний. Никаких признаков походить в своем месте, заключенный. Пошли. Мы еще не выбрались из-за пяти дверь. Криминальная тематика. Ты... Сродни Морровенда и Облилина. Я видел тебя. Так, стоп. Что это? Подойди ближе. Хочу тебя я видеть. Молодец. Значит, звезды были правы, и день тот наступил. Боги, дайте силы мне. Что же происходит? Сыновья мои подверглись нападению ассасинов. Я следующий. Мои клинки ведут меня из города им ведомым секретным путем. По велению случая вход в туннель в твоей темнице. Я твой император. Уриэль Септим. По велению богов служу я Тамриэлю и правлю им. И ты, как гражданин Тамриэля, послужишь своей стране. Своим путем. Возможно, боги поместили тебя сюда, дабы мы встретились. Что-то не потому тебя запомнят люди. Так. Ты найдешь свой путь. Будь осторожней. Вижу кровь и смерть на том пути. Пожалуйста, ваше величество. Мы должны идти дальше. Где-то мы находились. Только времени даже не знали, как уйти. С другой стороны, эту дверь открыть невозможно. Похоже, сегодня твой счастливый день. Так вот, посмотрите, какая-то клининальная тематика. Пронизывать серию этих игр. Что в Морровинде, что в Обливию мы начинаем в роли заключенного. Только в Морровинде нас освобождают. Ну и здесь, по сути, тоже нас освобождает сам Император. Там вроде как мы по его воле выступили, в том числе. Так, что у нас тут может быть? Есть ли у нас какие-то лагические? Давайте заклинания возьмем. Тихо, и не стою у нас на пути. Он нам даже противника ударить нечем будет. Отлично. Слева! Защищайте Императора! Отца мертва! Да, блин, да! Выдерутся, вы тоже думаете! Ухотяй! Есть что-нибудь у него. Да нет. С вами все в порядке, Сир? Пока мы в безопасности. Капитан Ренол? Она мертва. Так, одного из-за обращения, Сир, на нам нужно идти. Бойцов победили. К сожалению, мы не можем никак восполнить это потерю. Ладно, пойдем дальше пешим. Я не мог ли поджидать нас здесь? Подойди в сторону, заключенный. Я не знаю, но назад возвращаться уже слишком поздно. Не волнуйтесь, ваше величество. Мы выведем вас отсюда. Они не первые, кто недооценил клинков. Так, кажется, нас загнали в такое тяжелое положение. Нам придется ходить к катану взять. Я прикрою Тейл. Вперед! Ты остаешься здесь, заключенный. Не пытайся идти за нами. Так, отлично. Все-таки у нас есть способности. Нас не пустили сюда, к сожалению. Ух ты. Так, стоять. Да, катана такая неплохая штука. Как видите, мы сумели себе восстановить. Может быть, наши магические способности позволят что-то сделать. Так, золото. Отлично. Отлично, братцы. Хоть чего-то мы начали. Так, лук можно собрать. Щит. В принципе, нам не нужен. Прежде чем вы сможете использовать лук, вам потребуется стрела. Вот у нас есть стрела. Давайте возьмем какое-то обмундирование базовое. Оно у нас убережет от первых нападающих. Так, и даже отмычка поддается нам. Хорошо. Так, других заклинаний у нас, походу, нет. А нет, есть. Так, а катана классное оружие. С одного удара мы можем сразить любого противника. Так, какой-то ключ мы убрали. И открываем новую дверь. Что ж, братцы, давайте попробуем, наверное, на заклинание. Чего не стоит у нас. Неплохо. Так, ржавый железный лук. Железные стрелы. Подножники железные. Да, есть какой-то обмундированный. Я надеюсь, первой битвы мы все-таки сумеем пережить все наши неприятности. Так, ну что ж, идем навстречу своей судьбе. Так, катана, конечно, увлекательная вещь. Но герой все-таки маг у нас пусть магию использует. Ну да. Ну, в принципе, у нас хороший шанс выжить. Ах! Катана, как ни крути, хороший способ. Так, зелье волшебства уберем. Катана хороший способ расправиться с противниками, с любыми практически. А! А! Так, нет противника. А! А что ж такое? Хорошо, враг повержен на этой стадии. Восстановим свои силы и пойдем дальше. Восстановим свои силы и пойдем дальше. Что-то будет. Была. Немножко золотишко никогда нам не помешает. Вы можете назначить цифровую... Ладно, это обучение, все. Давно в этой игре не играли. Но, тем не менее, что-то еще помнится из этого прохождения. Нет врага. Ой-я-я-я-я-я. Так, хороший сюрприз. Приятной инновацией здесь является то, что мана сама по себе восстанавливается. Нам не нужно спать, нам не нужно на это тратить уйму времени. Какая катана. Золотая просто. Так, железные стрелы. Может просто целый арсенал собрали этих железных стрел. Так, еще железные стрелы. Все для нашего бойца. Продолжение следует... Отлично. Так, нет противника. Нет проблемы. Так, железный длинный меч, отмычка и ремонтный молоток. Так, вот это вот славно. Ремонтный молоток мне сейчас пригодится. Все. Закончились наши молотки. Так, здесь у нас больше ничего нет. Все, идем дальше. Так, кстати, а что у нас погибший маг? Могли у нас чем-то порадовать. Золото. Золотой самородок. Ремонтный молоток. Хорошо. Так, вот. Много же нам было забрасывать подземелья с самого начала игры. Так, снял вороны. И защищать императора, пока не прибудет подмога. Подмога? Почему ты думаешь, что она прибудет сюда раньше, чем они появятся эти ублюдки? Нам нужно вывести императора отсюда. Так, вот она, впадающая здесь. Черт! Опять этот заключенный! Убейте его! Он может работать на этих убийц! Нет, не из них он. Он может помочь нам. Он должен помочь нам. Им не понять, почему я доверяю тебе. Они не видели того, что видел я. Как могу я объяснить? Слушай. Тебе ведомы девять. Тебе ведомо, как направляют они наши судьбы своей невидимой рукой. Служил я девяти все дни мои, сверяя жизнь свою с небесным циклом. Все небо в искрах звезд неисчислимых. Пылают все они, и все сверкают, и каждая есть знак. Я знаю звезды хорошо. Скажи, какая отметила твое рождение? Ну, поскольку мы маг, наверное, будем маги выбирать. Это, наверное, наиболее подходящий нам знак. Знаки, что читаю я, указывают на конец моего пути. Неизбежно смерть и в срок придет. А что насчет... Звезды наши не совпадают. Сегодня маг осветит твой путь к вершинам славы. Сны мои не предвещают мне удачи, указывая лишь на неотвратимость конца. Но ты, в тебе я вижу солнце луч, Сиянье яркой славы Акатоша, Тьме наступающей противно. С надеждой этой и обещанием твоим помочь На сердце облегчение. Победы или иные свидетельства успеха сейчас неважны. Могу сказать, я жил достойно, И дух мой упокоится легко. Человек есть плоть, кровь и разумение. Ему ведом рок, но час неведом. Но в этом я благословлен. Я знаю, когда пробьет мой смертный час. Предстану предначертанным судьбой, Затем паду. Я гибели своей иду. Пронзительнее музыки тот голос, Что зовет меня. Проводишь ты меня немного, Затем расстаться мы должны. Ну что ж, пойдем куда нам нужно. От тебя тоже может быть польза. Вот, неси этот факел, держись рядом. Так, там добавили файл. Держись поблизости, дай нам выполнять нашу работу. Да, грустная, конечно, речь у этого правителя государства. Он должен погибнуть, он знает об этом. И тем не менее, он это принимает и идет с этим дальше. Так, железная стрела даже есть. Стоп. А вот здесь будет сейчас, кажется, большая взбучка. Да, как видите, эти адепты неплохие бойцы. Они могут нас попугать, нанести нам определенный вред. И даже победить. Только благодаря клинкам. Пока что мы уцелели. Император в опасности. Заключенный, императору нужна помощь. Умри. Заключенный, императору нужна помощь. Убейте. Так, пошли, пошли. Клинков и императора. Так, нанесли мы свой удар против врагов императора. Идем дальше. Следующая дверь ведет нас куда нужно. Такое ощущение, что прозрачность как призраки для все этих бойцов. Нужно осмотреться. Эй, братцы, братцы, надеюсь, вы все переживете это время. Хоть сам не верю в то, что говорю. Так, можно поговорить, что ли? Ой, это неумно. Не хотя ударил император. Так, ну хорошо, братцы. Пусть и так. Это ловушка. Идем с нами. Так, мы ждем куда противник. Нужно попытаться. Пошли. Неужели опять ловушка? Это тупик. Какие будут приказания? Они сзади. Подождите здесь, ваше величество. Жди здесь вместе с императором. Охраняй его даже ценой своей жизни. Вы думали, мы так легко сдадимся императора? Ну что, побеседуем? Идем с нами. Нет, не хочет он пока диалога. Я не могу идти дальше. Тебе в одиночку придется противостоять принцу разрушения и его смертным слугам. Амулет королей не должен достаться ему. Возьми, возьми амулет. Отдай его Джоффри. Он один знает, как найти моего последнего сына. Найди его и затвори накрепко врата Обливиона. Ты пожалеешь, Атам. Ай-яй-яй-яй-яй. Нас все равно пытаются убить. Да, к сожалению, как видите, игра... Или, к счастью, начинается достаточно... Опасно для нас. Каким-то чудом мы это переживаем. Так, ну это уже похоже на старый добрый. Там рель, где за каждой камнем, за каждой веткой и мечом кроется опасность. Мы подвели его. Я подвел. Клинки поклялись защищать императора. А теперь он и все его наследники мертвы. Амулет. Где амулет королей? Его не было на теле императора. Так, император, конечно же, нам отдал этот амулет. Он что-то увидел в тебе. Поверил в тебя. Говорят, это драконья кровь, что течет в жилах каждого септима. Они видят больше, чем обычные люди. Амулет королей — это священный символ империи. Большинство полагает, что символом является корона красного дракона, но она всего лишь драгоценность. Этот амулет обладает силой. Говорят, его может носить только истинный наследник трона. Император, должно быть, отдал его тебе с определенной целью. Он сказал с какой? Мне нужно отнести его... Джоффри? Он так сказал? Зачем? Никогда не слышал ничего подобного. Но если кто и знает об этом, то только Джоффри. Он — грандмастер моего ордена. Хотя ты этого не подумаешь, встретив его. Он живет тихой жизнью монаха в приорате Вейнон около города Корол. Сначала тебе нужно выбраться отсюда. За этой дверью — вход в канализационную систему. Это за запертыми воротами. Мы как раз туда и направлялись. Это тайный выход из имперского города. Или предполагалось, что он тайный. Вот. Тебе понадобится этот ключ, чтобы открыть последнюю дверь, ведущую в канализационную систему. Там тебе... Так, ну что ж, что меня встретит? Класс нам предлагают выбрать. Давайте, наверное, боевой маг. Или свой класс создадим. Давайте свой, наверное, магии у нас будет. Преобладать в классе интеллект и сила воли будут нашими основными характеристиками. Потом, что у нас будет? У нас будут основными характеристиками восстановление, клинки, изменения. Так, иллюзии нужны? Нет, не нужны. Наверное, колдовство. Потом легкие доспехи, разрушения. И, наверное, стрельба. Отлично. Искатель приключений. Пусть так и будет называться наш класс. Я не против. Так, и вот Искатель приключений идет в бой. Я почти угадал. В любом случае, крысы и гобли... Хорошо, братцы. Продолжаем наши ремнии. Не волнуй. Уже в другом варианте. И перемещаемся дальше. Оставь императора в покое. Оставь императора в покое. Так, золото можно взять. Осталось ли у нас какое-то оружие хотя бы? Нет. Походу, лук последний из наших орудий. Без лука мы не стреляем, но тем не менее, лук и одно из моих любимых орудий. Попробуем его сейчас на поле боя. Я так чувствую, выход легким не будет. Нам придется еще победить добрую тройку противников. Что тут есть? Кто тут есть? Мрачная катакомба. Ну что, неплохо так мы владеем этим оружием. Да, лук дается нам. Так, забираем все эти стрелы. Никакой расточительности. Все нам пригодится в хозяйстве. Так, идем дальше. Что у нас тут есть? Так, есть у нас тут проход. Кстати, вон есть какой-то сундук, который мы еще не оценили по достоинству, что там. Ага, ну-ка. И здесь у нас голубка сыра. Вроде бы у нас здесь нет такой нужды, как питание. Не было бы в этот момент она продумана. Так, вот бедная крыса. Убили. Забрали стрелы из ее тела. Идем дальше. Так. Чувствую, где-то выход уже неподалеку должен быть. Ладно, ставим стрелу. Так, дверь запечатана. И вот он, походу, наш долгожданный выход. Все готово. Я думаю, ничего не стоит менять. Так, вышли наконец-то мы на свободу. Красная стрелка на компасе укажет нам путь. Хорошо. Вот мы показали нам место, где мы были изначально. Давайте посмотрим, что хоть за навыки нам достались. Что нам нужно качать. Так, 260 магии, 80 здоровья. 155 запас сил. Высокий эльфам. Так, сила у нас 30. Синтеллект 55. Сила воли 45. Ловкость 40. Ну, в принципе, неплохие навыки. И удача даже 50. Так, по навыкам. Клинки у нас 25. Разрушение 41. Восстановление 30. Легкие доспехи 26. Ну что ж, в принципе, здесь все устраивает. Гильдии пока что у нас нет. Ну и будем потихоньку набивать бонусы. Ну что ж, братцы. Поскольку мы выбрались из нашей некогда тюрьмы. Начало нашего путешествия. Теперь мы пойдем на поиски своей удачи. Думаю, сперва мы займемся прохождением за какую-нибудь гильдию. Скорее всего, за гильдию магов. Попробуем пройти статью грендмастером. Мы уж после будем думать о прохождении основного квеста. В любом случае, благодарю всех за внимание. С вами был Робулус. И до скорого.